Вместо пяти 41 редкое заболевание выявляют у малышей. С начала 23 года в медицинских учреждениях Новосибирской области ввели расширенный неонатальный скрининг новорожденных. Как меры могут предотвратить детские болезни, разбиралась Ксения Петренко. Вот так выглядят бланки для скрининга. На один лист наносят пять капель крови, на другой три. Далее их высушивают не менее четырех часов и отправляют в лабораторию. Всего восемь капель крови могут стать спасительными. Они позволят узнать еще больше о здоровье малыша. Расширенный неонатальный скрининг на 36 заболеваний теперь проводят во всех медучреждениях региона в рамках ОМС. Раньше проверяли только на пять патологий. Расширенный неонатальный скрининг включает дополнительные исследования еще на 36 наследственных заболеваний. И вот эти 36 заболеваний, они определяются в другой генетической лаборатории. Конкретно для Сибирского федерального округа это определена лаборатория города Томска, федеральный институт генетики в городе Томске. И, соответственно, мы отправляем образцы наших ребятишек в Томск. Если выявлено подозрение на орфанное заболевание, то берут дополнительный анализ крови и отправляют его на исследование в Москву. В Новосибирской области с начала года родилось 1825 детей. Всем провели обследование. У 13 выявили признаки редких заболеваний, в том числе и спинальной мышечной атрофии. У пациентов с такой патологией каждый день на счету. Чем быстрее поставить укол, тем больше шансов на выздоровление. На сегодняшний день у нас родилось порядка 350 человек. На сегодняшний день обследовано 329 человек. Никаких сложностей с обследованием у нас нет. То есть мы готовились к проведению этого скрининга, провели большую подготовительную работу. И фактически с ноября месяца мы уже были в полной боевой готовности. То есть мы заполняли электронные медицинские свидетельства, формировали базу данных. Этот анализ делают на вторые сутки жизни ребенка. Кровь берут из пятки. Сегодня дочке Анны Басалаевой предстоит пройти скрининг. Я считаю, что это очень важно, потому что на самом деле сейчас такая статистика. Очень много разных объявлений всего о том, что дети болеют и очень жалко их всегда. И если есть возможность что-то заранее вот так вот обнаружить, предотвратить и начать лечить, то это надо пользоваться этим. Отличие заболевания, это вообще, мне кажется, очень такая хорошая инициатива. И я рада, что мы попали на нее. Результат будет известен уже через пару дней. Все данные внесут в единую электронную базу. Кстати, среди мамочек отказов практически нет. Все понимают, главное – здоровье детей. А благодаря такому исследованию удастся спасти множество жизней. Ксения Петренко, Константин Менин. Новости ОТС.